с новым годом андрей андреевич помогите пожалуйста разобраться с ночной головной болью замучила совсем просыпаюсь от сильной головной боли с двух часов до четырех ночи слева и сзади головы уже не уснуть таблетки помогают наполовину из острой переходит в тупую но когда перехожу из горизонтального вертикальное положение пью горячую воду делаю зарядку заставляя себя бежать то день переживаю у меня три варианта жкт нет несварения белков тоже нет моноклеальная гомеопатия не знаю что такое предполагаю недостаток кислорода сосуды кровообращения да вы правы такая головная боль обычно которая в течение дня чуть-чуть болит а ночью более активно болит обычно связано с остеохондрозом или связано с протрузиями листозом или какими-либо проблемами связанными с позвоночником какие есть методы лечения этого всего на самом деле это не связано с сосудами так как случае если бы у вас были проблемы с нарушением циркуляции коры головного мозга то у вас были бы ярко яркие признаки головокружение а также шум в ушах также внезапная потеря сознания судорожные компоненты то есть появились бы судороги внезапно происходящие а боль это всегда нервная система и это скорее всего в вашем случае связано вот как раз с заболеваниями позвоночника чем устранять такую боль и если какие-нибудь препараты которые могут вам помочь да первое конечно же в дальнейшем необходимо обратиться к невропатологу второе сейчас для того чтобы не испытывать такую боль принимайте препараты первое противовоспалительное принимайте мавалис или диклофенат мавалис лучше принимайте мавалис или диклофенат по одной таблетке перед сном и на протяжении дня второй препарат можно принимать пол таблетки фенлипсин на ночь или второй вариант можно принимать ну лучше фенлипсин пол таблетки фенлипсин на ночь третья из моих препаратов и из народной медицины и так народная медицина она советует натирать места шейного отдела и воротниковой зоны натирать шейные отделы воротниковую зону обычным соленым салом второй вариант ставить аппликации или по-другому компрессы предварительно подготовив состав состав необходимо добавить один стакан воды теплой одна столовая ложка соли 30-50 капель йода и одну ампулу гидрокортизона одну ампулу гидрокортизона после чего такой компресс теплый его необходимо прикладывать к шейному отделу следующее обязательно сделать медовый массаж шейного воротниковой зоны помогут еще банки если ставить их крест-накрест то есть одна банка на шейный отдел и после этого слева и с правой стороны на воротниковую зону также из моих препаратов препарат вертебрали с по две таблетки три раза в день мазь вертебрали с по две таблетки три раза в день препараты от тромботизации сосудов можно рутин можно легко хода из таких наверно народных способов я бы порекомендовал ну вот компрессы такие намазывать мазью называется габана или мазью любой от остеохондроза скорее всего вы переживаете сейчас такой вот остеохондроз посмотреть упражнение называется 7 упражнений для позвоночника андрея дуйко и не спеша не торопясь повыполнять эти упражнения там упражнение необходимо делать сидя на стуле первое упражнение второе немножко приподнявшись и там данные упражнения они связаны с небольшим растягиванием воротниковой зоны они очень несложные кстати хотел бы сказать чтобы вы не грели место которое у вас болит второе не ходили в сауну 3 но на протяжении дня старайтесь не нагружать эту зону то есть не вертеть головой в левую в правую сторону не поднимать вверх это всегда связано с остеофитами солевым диатезом и так далее можно найти видео мои советы видео такое полное полтора часа называется остеохондроз заболевания позвоночника советы